Сразу хочу сказать, все действия и вопросы касаемого предпринимательства, они важны и до того момента, пока с каждым вопросом не будет урегулирован, мы в следующий этап не переходим. То есть вот такой формат встречи. Поддерживаем? Да, да, да. Такая процедура требует определенного подхода специальными познаниями. Для проведения этой процедуры была муниципалитетом нанята организация через муниципальный контракт. Комитет по архитектуре заключил соответствующий договор на разработку данных требований. Данные требования были разработаны и размещены на официальном сайте администрации города для проведения так называемой процедуры общественного обсуждения. Такая процедура у нас была завершена в прошлую пятницу. Предложений поступило много на самом деле. Это и предложения от физических лиц, и от предпринимателей, и юридических лиц, осуществляющих деятельность на данной территории. То есть на сегодняшний день, еще раз подчеркну, никакое решение по данному вопросу не принято. Я сразу хотел бы отметить, что сохранение рабочих мест вашего бизнеса является одним из приоритетов деятельности администрации города. В случае, если будут приняты эти требования в том виде, в каком они есть сейчас, либо еще как-то видоизмениться, и необходимо будет искать другое место работы, естественно, мы не оставим вас один на один с МСЛ. Если все-таки не удастся найти с руководством центрального рынка какой-то компромисс по размещению на их территории, мы, естественно, будем предлагать искать другие варианты, которые будут размещаться в непосредственной близости от того места, где вы сейчас осуществляете свою предпринимательскую деятельность. Во-первых, для меня очень непонятно, как и для всех наших предпринимателей, каким образом наши торговые места стали вообще объектами дружбы. Потому что, исторически, даже на ваших стендах указано центральное место, вот наш рынок с иной показывал, там проводилось все время торговое. И вот по вопросу дальнейшей нашей перспективы, на случай, если все-таки не получится договориться, вот какие площадки, конкретные уже известны, которые вы хотите подложить, допустим, на предпринимательскую деятельность в наши деятельности? Меня зовут Влада Олег Петрович, я предприниматель с 97-го года. Я хотел бы уточнить, если все предприниматели скажут, что мы не уйдем с самого рынка, что будет тогда? Вот, вы говорите, вы с нами диалогуете с каждым персональным работой, и никого не оставите. Если люди скажут, что мы хотим здесь торговать, мы еще забыли про третьих лиц, это наши жители города Саратов. Они к нам приходят, благодарят нас за то, что мы есть, то, что они могут найти здесь то, что они в состоянии найти в других местах нашего города. И не только наши жители, но и другие люди из других регионов приезжают и говорят, такого местального рынка, как сеной рынок, с таким объемом, ни в Самаре, ни в Воронеже, ни в Ульяновске, ни в Волограде нет у нас. Люди благодарны за это место. Многие говорят, что якобы это место женщина выступала по телевидению, что не будет, так сказать, не богохусы, как она сказала, но оно намолено на торговую. Мы же с вами живем в правом поле, в принципе, да, и соблюдаем те нормы закона, которые существуют. Но понимаем, что, наверное, не всегда всех устраивают те или иные решения. Мы с вами помним, что у нас около крытого рынка в свое время были ряды торговые, которые в том числе и упирали. Можно я договорю, потом отвечу на вопрос, если у кого-то возникло. Была ситуация на Третьей Дачной, где тоже был стихийный рынок, существовал долгое время, были приняты решения определенные. Эти решения были приняты и основаны на законе, и предприниматели вынуждены были с ним согласиться, нашли какие-то компромиссные варианты, и такие решения были приняты. Почему вообще это место стало достопримечательным местом, объектом культурного наследия? Я с этого начал. Это приказ Министерства культуры, культурного наследия Саратовской области. Приказ был утвержден еще в 2023 году. Еще раз повторю, что цель и задача сохранить все рабочие места. Вы говорите до города, чтобы все было красиво, кто с этим спорит? Никто не спорит. Вот Сергей привел пример Сузды, великолепный пример. Есть по Побожью отличные примеры. Это Астраха и это Волгоград. Там есть два или три достопримечательных мест торговых 19-го века, 20-го, где в том числе в капитальных строениях и рядом яморочное и некапитальное строение. Великолепно называется предмет охраны торговля. Странным образом, если депутатенту на территории Российской Федерации, в Саратове получается совершенно уникальная ситуация. На торговой площади нельзя торговать. Это только за субботу и воскресенье. Больше тысячи подписей граждан, которые приходят и покупают. Это за то, чтобы люди остались здесь работать. Да, в современном виде. Да, в комфортном виде. Да, с учетом города, с учетом архитектуры. Да, да, все это есть. Но только это должно быть с энергией. Это должно быть рука от нас, рука от вас. Пока этого не наблюдается. На сегодняшний день, а, общественные слушания прошли, но итог не подведем. Нужно этого дождаться. И после того, как будут сформулированы требования, так, Максим Геннадьевич, что мы дальше сможем перейти уже на следующий этап. Если у нас на следующий день вот тот пул вопросов, который уже озвучен, он зафиксирован, по рабочей группе будем ждать тогда предложение пофамильно, сформируют. Для взаимодействия, Александр Валерьевич, я вас попрошу подключиться. И этой рабочей группой определим дискретность раз в неделю, два раза в месяц встречаться. Будем обязательно встречаться на площадке администрации Кировского района. Продолжение следует...